хоть что-то родилось уже хорошо уже не зря мы живем на свете друзья сможем видеть такое чудо 1 я успокоюсь сейчас папа ци детей папа не нужен больше видимо как-то это обусловлено чем-то соображением безопасности в саванне зебрята все в табуне живут с мамой папой с другими мамами с братиками сестрички у них там это там они устойки по моему могут собираться внутри не значит он в домике внутри там по-моему перегородка она невысокая не могут и нос к носу общаться тоже ой какая идея там их честно папа будет играть со своей плюшечкой то потушечкой мама вела плюшечку кусь жирный воробей тут местные воробей они без еды не сидят за ценами не следят хотя куча оттягивать а вон вторая жена теперь понимаю зачем иметь две жены если от одной собственно селили можно жить в другой логично папу плющет волнуйтесь тетя дядя на работе с кем-нибудь в кино дядя с другой тетей вторая тоже такая фигуристая я бы сказал по подиуму так идет и это самое сапожки на каблучках у нее тоже очень модно я смотрю разрисовочка такая от гуччи наверное или от versace вон он маленький зефирчик полосатенький вон он для зиплёнка главное сразу после рождения отрегулировать коробку передач и начать включать скорости начать ускоряться чтоб ножки не заплетались при беге это очень важно при выживании что кто-нибудь там шакал не догнала лигиена не говоря уже более крупных злодеях я думаю что то что я рассказываю в принципе все знаете ничего нового тут светлана стандартный кт намного интересного рассказывать про животных иногда и я не знаю даже того чего она рассказывает так что посещать ее канал тоже мне интересные такие лирические отступления а я просто угораю чисто прихожу отдохнуть сбросить напряжение вот и какие маленькие плюшечки на ноги аистеночек такой правда не летает но зато здорово бегает и горцует а я новость это не читал вчерашняя она оказывается она не хочет принять участие в воспитании новой вы я зоопарк расширяется за я вижу высевширь блин и вглубь нафиг в космос и космические корабли бороздят просторы филармонии прокофьева ладно пусть ребенок поесть ребенок поесть хочет по моему письма вам покормит свою пролистюшечку мать давай корми ребенка уже ребенок тебе под брюхо лезет давай не заставляй меня показывать чуть-чуть делать я могу конечно у меня туда не пустят залезть давай корми дитя дитя набегалось хочет это кисломолочного кенгурушка там тоже красиво так на заднем плане вот так вот как бы хотелось видеть что я смущаю да ну она должна присосаться отлично нормально ребенку надо в первые часы и дни очень много есть он будет быстро расти мама соответственно должна предоставлять доступ все просто к питанию к передвижному пункту питания он будет что